Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Савик! Снова пятница, 18.01 в Киеве. И мы с вами сегодня будем подводить итоги последних нескольких дней и комментировать все события. И самое резонансное заявление, как всегда, будет Савик Шустер. Савик, здравствуйте! Приветствую, Леся! И приветствую, естественно, всех. И благодарю всех, которые нас смотрят и слушают, и будут смотреть и слушать. Но сегодня я бы хотел начать с вопроса к вам, потому что самое эмоциональное, что я увидел и услышал на этой неделе, это ваше интервью, во время которого вы расплакались. Я не уверен, что все зрители, которые смотрят нас, обязательно посмотрели это интервью, хотя я думаю, что да, но тем не менее. Вот, может, вы расскажете в двух словах, вот что заставило вас вот просто не сдержать эмоции? Вы знаете, друзья, это действительно было самое тяжелое интервью мое с 24 февраля 2022 года, так точно, хотя интервью разного уровня эмоциональной напряженности с ужасами, которые люди, военные с передовой, рассказывали о том, что происходит на фронте, было достаточно. Выходит у меня практически каждую неделю с кем-то из военных с передовой. Но здесь другая история. Речь идет о том, что я записала интервью с беженкой из Мариуполя, 18-летней Марии Евдовиченко, которая на момент широкомасштабного вторжения России в Украину была 17 лет. То есть это ребенок, который жил обычной, счастливой, мирной украинской жизнью в процветающем Мариуполе. У нее была прекрасная семья. Была, я сейчас объясню, почему я говорю, была. Любящий отец, мама. Кстати, очень молодые люди. Маме 40 лет, отцу 48, младшая сестра, 12-летняя девочка. И сама Мария. А Мария, чтобы вы понимали, вот она такая очень красивая, красивая, светловолосая, такая хрупкая, маленькая. У нее рост метр пятьдесят. Ну, то есть вот такое, знаете, хрупкое создание, но при этом очень-очень сильная, очень такая, ну вот с характером, потому что она отличница. Она с золотой медалью должна была заканчивать школу. Она президент школы их. Она при этом параллельно играла на бандуре. Бандура – это древний, один из главных украинских национальных инструментов. Потрясающе красивый звук. Она при храме местном украинском, кстати, вот храм там, тоже необычный храм, очень редкий в Мариуполе, где библиотека, украинская библиотека, там украинские книжки, они были настолько уникальные, что, ну вот, составляли украинское наследие. И, кстати, забегая наперед, библиотеку с украинскими книгами оккупанты, когда вошли в Мариуполь, в первую очередь сожгли, и причем принимали участие даже те, ну, русские священники, которые пришли туда, стали сжечь украинские книги, понимаете? Так вот, при этом храме она, она там и училась игре на бандуре, и волонтерила, помогала людям, которые нуждались в помощи. Она активно готовилась к поступлению в университет, причем не просто в университет, она хотела стать полицейской, то есть, опять же, помогать и служить людям, и она говорит, такие там тяжелые физические нормативы нужно было сдавать, а при ее вот таком хрупком телосложении это было непросто, но она, у нее все получалось. И вот эта девочка попадает в реалии 24 февраля 22 года, когда на всю Украину обрушиваются бомбы русские, обрушиваются изверги, оккупанты русские. В итоге, вы знаете, я не буду пересказывать это интервью, друзья, действительно, это стоит посмотреть, потому что даже я, зная, о чем пойдет речь, потому что она обратилась к нам в редакцию, и вот наша зам главного редактора Татьяна Райда делала с ней прединтервью, и я примерно понимала историю, но даже я, когда она стала уже во время беседы рассказывать какие-то еще дополнительные подробности, я не выдержала. Ну, я понимаю, может, это как-то странно смотрелось, но я плакала. Она плакала, я плакала. Вы знаете, ну вот, если говорить в сухом остатке, то ее отец умер, его в фильтрационном лагере после пыток и избиений, которые он там подвергся, у него не выдержало сердце, он ослеп, его не удалось спасти. Ее мать парализована от всего того ужаса, от того, что она пережила, от того времени, пока они были в осажденном Мариуполе, они больше двух недель провели еще в подвале, и вот жизнь в этом подвале с соседями, когда на твоих глазах, и там маленькие дети были, и младенцы, и неотапливаемый подвал, и такие там еще полуокна, все разбитое, холодное, голодное, еды нет, все время под обстрелом, и маленькое помещение, где нет ни туалета, ни каких-то удобств, и там 25 человек вот так собраны, и просто все даже лечь не могут. И когда в подвале не выдерживали даже мужчины, и вот несколько мужчин, ее соседи, они совершили самоубийство, и так эти трупы там с ними в подвале и лежали. То есть то, что она рассказала, вы знаете, это просто, ну, это никакая психика, это вот даже, знаете, ты слушаешь это и думаешь, ну, а как это может происходить в 21 веке? Вот сегодня у нас на планете Земля, в человеческой цивилизации, разве это возможно? Ну, мне кажется, это осталось в каких-то фильмах из концлагерей фашистских, понимаете, вот оттуда. Оказывается, нет, оказывается, все это было. Она до сих пор просыпается ночью от криков, она кричит. Ее бабушку застрелил русский оккупант за то, что она говорила на суржике, ну, то есть на украинском, и она что-то ему кричала, когда оккупация началась, он просто ее пристрелил, ну, бабушку, то есть просто женщину в возрасте. Ее сестра младшая кричит по ночам, рисует кровавые картины с кровью, она, кстати, очень красиво рисует, вот такая талантливая семья, и у нее начались приступы эпилепсии после этого всего. И сегодня, конечно, вот из семьи, полной планов, счастья, каких-то надежд, они превратились вот в руины, да, вот в то, что есть. Сегодня у нее на руках, у этой 18-летней Марии, у нее на руках мама-инвалид, у нее на руках маленькая сестра, тоже, которая требует помощи всесторонней. И вот я вас просто, друзья, призываю пойти после нашего эфира, потратить час времени, оно того правда стоит, и посмотреть эту историю. Потому что даже я вот сколько всего слышала, видела, но это не может не тронуть. Мария Абдовиченко, беженка из Мариуполя, вы легко загуглите это видео, вы сможете это найти. Кстати, Савик, я вам благодарна, я хочу сказать большое спасибо, потому что вот вы не просто посмотрели, я ведь знаю, вы еще и перевели деньги, да, вы перевели... Ну, я перевел какую-то помощь, насколько это возможно. История, конечно, меня тронула до глубины души. Я вам хочу сказать, и вот хочу сказать сейчас спасибо всем, всем, кто поучаствовал уже, потому что я лично не ожидала, ну, потому что я тоже перевела сразу же деньги, я не, ну, я понимаю, что нужна помощь, но я не ожидала, что такое количество людей откликнется и тоже захочет ей помочь. И вот сейчас то, что я вижу, спасибо просто, ну, я хочу вот поблагодарить вас, потому что, видите, ну, я сделала это интервью, и как-то я уже вот, ну, сопричастна, получается, истории, потому что я сопереживаю этой истории. Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и кто не остался в стороне, потому что действительно чужого горя не бывает. Более того, я хочу поблагодарить Ирину Верещук, потому что я знаю, что она тоже связалась с Марией, чтобы от имени государства поддержать эту семью и, собственно говоря, помочь пройти, ну, это тяжелейшее, тяжелейшее испытание, в которое они были погружены из-за фашистских русских оккупантов. Так вот, представьте себе, что сразу после этого интервью я посмотрел интервью Ксении Собчак с Тихоном, с митрополитом Тихоном, то есть Тихон Шевкунов. Он считается духовником Путина, он им не является, но он очень близок к нему. Насколько я понимаю, ну, я даже объясню это, он ближе к Путину, чем сам Кирилл, патриарх. А это было, ну, я вам скажу, для меня это было шоковое интервью. Шоковое, во-первых, со стороны Ксении Собчак, которая не задала ни одного трудного вопроса вообще. Просто это было такое историческое объяснение поведения России, то есть оправдание всего того, что сейчас происходит. А дело даже, ну, хорошо, он вкладывает мысли в Путина. Путин, как мы знаем, не читает, не пользуется компьютером. Он человек, ну, такой, он белый лист, и туда можно писать все, что угодно. Вот главный писатель в его мозгу, мозге, это митрополит Тихон. Значит, митрополит Тихон, что он заявляет? Конечно же, ссылаясь на кого-то, на некого учителя в Донецке, которого он встретил. Знаете, это часто бывает, когда не хочешь брать ответственность, но в принципе то, что ты говоришь, это то, во что ты веришь, и чем ты убеждаешь других. Вот, он говорит, что он встретился с неким учителем, как я говорю, и вот они столкнулись с фашистскими, со страшными нацистами, с инфернальной страшной силой, которая только уничтожает, силой ненависти. Вот этот был, вот мы сейчас понимаем, вот это есть то, что заложено в голову Путина. Также заложено в голову Путина вся история отречения царя Николая II от престола. Он был предан элитами. Естественно, англичане за кулисами работали, работали очень активно, но все равно он был предан местными элитами, начиная от начальника генерального штаба до князя Львова, который потом стал первым руководителем Временного правительства. И вот эти инагенты, вот эти вот, они и свергли монархию, и в итоге привели к власти большевиков, которые разрушили все, что можно было разрушить, включая церковь. Митрополит Тихон сейчас занят тем, что он в Херсонесе строит некий храм во имя Владимира, который там был крещён. То есть, ну, это неважно, что это оккупированная территория, но это как бы не имеет никакого значения для Тихона. И Ксения Собчак, я ожидал от неё, ну, как бы, ну, даже по-человечески, то есть, ну, церковь, церковь, да, вот как церковь может на это всё смотреть, вот тут, да, и говорить, и произносить такие слова. Ни одного такого вопроса не было. Конечно же, естественно, во всём виноват коллективный Запад, да, вот такой вот коллективный Запад. Мы уже примерно понимаем, что они под этим имеют в виду. Но, скажем, вот я, как человек более агрессивный в этом смысле, я бы задал митрополиту Тихону такой вопрос. Вот раз вы всё время, всё время рефреном идёт, его святейшество, его святейшество, его святейшество, то есть патриарх Кирилл, то я бы ему сказал, вот смотрите, в 2018 году, совсем недавно, во время визита патриарха Кирилла в Болгарию, он там чего-то начал говорить про историю турецко-русской войны XIX века, чего он там, что-то там обычно ляпнул такое, ну, что, в общем-то, раздражало всех жителей Болгарии. И выступил на эту тему, вот просто не сдержался и выступил. Целый вице-премьер, то есть, ну, сейчас он бывший, но вице-премьер Валерий Симеонов. И что он сказал? Кирилл – сигаретный митрополит. В 96-м году он заработал 14 миллиардов долларов на ввозе безакцизных сигарет и 4 миллиарда долларов на вине для нужд церкви, да? Он не восточноевропейский священник, он второстепенный агент КГБ под кличкой Михайлов. И я бы спросил у митрополита Тихона, вот вы к такому человеку обращаетесь в ваше святейшество? Или я не знаю, какое у него там звание в КГБ? Вот я хотела спросить, а звание у него? Потому что я это как раз думаю, совсем агентство. До штатного сотрудника он какого-то явно дорос. Звание какое у него в КГБ? Вот, и когда, то есть и одновременно, практически одновременно вышло интервью Евгения Киселева с отцом Андреем Кураевым, который был лишен священного сана. Значит, и вот Кураев, вот как раз Кураев сказал, что митрополит Тихон ближе к Путину, чем Кирилл, что практически, как я понимаю, это уже моя интерпретация, вся история, которую знает Путин, ну, Путин, я не знаю, там, советскую историю он знает, то есть советскую интерпретацию историй, но интерпретацию Тихона он просто воплощает в жизнь по-настоящему. Так вот, Андрей Кураев сказал, что за клятва преступления, принимая сан, ты обещаешь исполнять любые повеления священно-началия, не христовые. Христос тут вообще ни при чем, главное это Кирилл. И если ты в проповеди, то есть в проповеди, которая сейчас в церквах, она читается, там же священная война, а украинский священник Коваль, он вместо слова «война» произнес «мир». Ну, естественно, его тоже отстранили, и, в общем-то, я не знаю, какие там будут другого рода наказания. В общем, вот это вот ваша история, да, вот с этой девочкой, с этой семьей, с этим ужасом, и вот параллельно взгляд церкви, российской православной церкви, в которой не осталось ничего человеческого, абсолютно. Мало, вы скажете, ничего святого нет, вы все правильно сказали, святым там и никогда не пахло, ничего человеческого, да, даже человеческого уже там нет. Ну, в принципе, в общем, Христос жил среди людей. Угу. Да. Все. И, ну, я не знаю, я был, вот это меня реально впечатлило. Реально впечатлило, когда... Честно, я не поняла, а что вас впечатлило, что Собчак работает... Люди Бога, не, ну Собчак, ладно, Собчак меня впечатлило, да, потому что все же некий уровень приличия, я думаю, у человека должен быть. Тут уже она скатилась. Она скатилась, оскотинилась, все это произошло до 24 февраля. Она еще пыталась играть в либерального человека, независимого человека. Были признаки того, что это не так и что у нее действительно продолжает сохраняться. Крайне тесная связь с Путиным и с Кремлем. Но после 24-го вот все стало понятно, потому что после 24-го все стало настолько черно-белым. Вот или добро, или зло, ну вот невозможно. Это как вы про Папу Римского рассказывали, когда здесь уже не идет речь про то, что вот, ну вот так. Это общечеловеческий выбор. Ты или на стороне добра, или на стороне зла, потому что все очевидно. Вот все очень очевидно. Но так же и здесь. Вот она свой выбор сделала, и она уже, мне кажется, ни у кого не должно возникать никаких сомнений, на какой она стороне. Она выбрала сторону зла. И особо даже этого не скрывает. Она там пытается еще как-то, потому что я так понимаю, что Кремль деньги платит за то, чтобы играть именно, ну вот, роль все-таки такой, типа оппозиции. Но оно уже сейчас не получается, выглядит по-другому. Продолжая тему, которую вы начали, церковную, хочу, чтобы вы прокомментировали. Вот как раз в итальянской прессе появилась информация о том, что Киев и Москва ответили согласием на предложение Папы Римского принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие. Но, опять же, о чем это? Украина может обсуждать любые переговоры только после того, когда российская армия уберется со всех наших территорий. Я не думаю, я не думаю, что идет речь о представителе. Я думаю, что, в принципе, Владимир Зеленский очень четко сказал, что нам не нужны посредники. Я думаю, что единственная миссия, которую может взять на себя Ватикан, и о чем говорил президент Италии Моторелля, может взять на себя миссию возвращения украинских детей. Возвращению из плена. Потому что они там в плену, они идеологически обрабатываются. Мы понимаем, что дети внушаемы. Мы все это понимаем. Но грабеж детей... Вот тут церковь реально может сыграть свою роль. Но проблема сейчас – это католическая церковь, Ватикан, не найдут никакого общего языка с Русской Православной Церковью. Никакого. Здесь не может быть. Не может быть вообще. При этом я вам еще скажу, что, конечно же, среди вот этого клира Русской Православной Церкви вполне стремительно развиваются всякие антисемитские настроения. Да? Да. И если вы возьмете даже дело Евгении Беркович, вот режиссера, она поставила спектакль «Финист. Ясный сокол». Смысл спектакля в том, что русские девушки... Я, правда, еще признаю сразу, я весь текст не читал, я только вчера начал. Да, значит, русские девушки уезжают из России и выходят замуж за боевиков ИГИЛа. И они это делают по своим причинам. Причем этот спектакль, Савик, я просто добавлю, он же был поставлен не сейчас, то есть вот прямо сейчас, не с момента... Нет, так в 22-м году он выиграл две премии «Золотой маски». Нет, нет. Они добрались до этого сегодня. При этом добрался до этого некий профессор Роман Силантьев, который руководитель... Вы знаете, он руководитель лаборатории деструктологии. И при этом он еще и руководитель правозащитного центра Всемирного русского собора, организация, которая под патриархом Кириллом. И вот они нашли там как бы оправдание терроризма. Но в самом протоколе, вот в самом протоколе, в самом письме, который есть абсолютные ноты антисемитизма. Это тоже было замечено. К чему я это говорю? Это не потому, что вот я сам еврейского происхождения, и вот я это чувствую особо, и поэтому я как бы это подчеркиваю. Нет, это я говорю потому, что Россия постепенно скатывается к национал-социализму. И им надо все время искать врагов. Вот они нашли... Вот Тихон нашел врагов в предательской элите. Вот тут начинается уже поиск врагов среди евреев. А Гиркин уже, Стрелков Гиркин, как он там, да, ну террорист, это надо подчеркнуть, он уже это называет, он их называет какими-то, как он их назвал, я уже там какими-то инородными мигрантами или что-то в этом роде. Ну, а террорист Пригожин призывает идти практически на рублевку и на богатых, да, и там на всяких сын. Ну, это само собой, это само собой, потому что он понимает, вот Пригожин понимает, почему выиграли большевики. Вот он это понимает. И люди вооруженные, да, я слышал контраргументы, контраргументы. Даже такой очень умный человек есть, Владимир Милов, он писал отчеты о Газпроме вместе с Борисом Миловом. Да, он такой, он говорит, ну, разница существенная, потому что там на фронте были миллионы и возвращались миллионы, а здесь все же это не миллионы. Во-первых, еще не факт, что миллионов не будет. Но дело не в этом. Дело абсолютно не в этом. Сегодня не нужны миллионы. Раньше были нужны миллионы. Сегодня не нужны миллионы. Сегодня, в эпоху социальных сетей, в эпоху практически индивидуального общения и обрабатывания, ты можешь набрать людей, не обязательно прошедших через фронт и вернувшихся с оружием. Оружие достать легко. Вообще легко. Это самое простое. Поэтому, ну, вот такая, вот такая есть, вот такой есть путь России. И, конечно же, нынешние русско-православные церкви, там, в лице патриарха Кирилла, в лице того же митрополита Тихона, конечно, для них Путин это, ну, Путин это их, по большому счету, крыша. Ну да. Это крыша. Плюс, как говорит, вот, как говорит в интервью Киселеву Андрей Кураев, Кирилл начал создавать из РПЦ военизированную организацию. О, да вы что? Прямо эти, Попы с винтовками, да? Я не уверен, что с винтовками, но, знаете, ведь Попы им не надо быть с винтовками. У них есть другие способы влияния на людей. Ну, то есть, я не знаю, превратятся ли они в каких-нибудь ваххабитов, но, в принципе, а что может еще делать КГБшник? Он может превращать свое ведомство в отдел КГБ. Конечно. Он ничего другого делать не может и не должен. Сусперцентно. Это не входит в обязанности. Вот эти обязанности и выполняют. Вот в чем сейчас суть, к сожалению, я говорю, к огромному сожалению для всех русских верующих. Вот только что появилось на нашем экране письмо из России, где говорится, что, в общем, я с Украиной. Я думаю, что есть люди, есть люди, которые понимают, но есть огромное количество людей, которые ходят на эти проповеди, слышат это, эту воинственную речь, ну и верят. И вот вам, пожалуйста, совершенно верят. Что далеко ходить, если в Украине огромное количество прихожан Московского патриархата, то есть это филиал путинско-кирилловской этой группировки военизированной, которая, собственно говоря, продвигает все эти военные нарративы, огромное количество верующих, граждан Украины обдолбаны этими проповедями, где рассказывается о том, что Путин хороший, а это вот все из-за Запада. То есть вот все то, что говорит другими словами, там Скобеева, Соловьев с экрана, вот они все это, ну, просто ретранслируют. А ведь я посмотрела не один опрос, который журналисты украинские сняли возле, вот когда еще было как раз выселение московских этих попов, московского патриархата, из Лавры. И они просто ходили несколько дней подряд, разных людей встречая, прихожан, и делали опросы. Вот просто задавали там, а кто развязал войну, а кто в ней виноват, а почему, а кто бомбит Украину, а чьи это бомбы летят. И люди, ну, честно, такие просто потрясающие какие-то, меня потрясающие, да, давали ответы, которые, я же говорю, я слышу, так как я слушаю профессиональную обязанность, я слушаю, что там происходит на экранах. Вот то же самое ровно, что говорит Скобеева, Соловьев, сам Путин. То есть они зомбируют, они, это не церковь, это работа с населением, то есть там, ну, Бога там нет, это вообще про другое. Конечно. Конечно, церковная пропаганда, она даже еще опаснее. Она даже еще опаснее, она более агрессивна. Вот в результате она более агрессивна. Там из-за монолога какого-то Соловьева или какой-то Симонян, или какой-то там Скобеевой, я не думаю, что люди побегут брать ружье и идти защищать какие-то ценности и бороться вот с тем фашизмом, о котором они говорят. А после проповеди, я не знаю, после проповеди все может быть. Если они доверяют и действительно там уже плотно в этом всем находятся, и они доверяют этому батюшке, конечно. И батюшка еще при этом и говорит, что грехи отпустит. Кстати, вот вы знаете, Сайк, я сейчас просто хочу вот к слову сказать еще раз нашим телезрителям, вот те, кто нас смотрит из России или у тех, у кого родственники в России. Друзья, не, там друзей мало, там не друзья. Обращаясь просто вот к нашим российским зрителям, я хочу сказать, что единственный шанс для тех, кто идет воевать против Украины, идет воевать на эту кровавую, несправедливую войну, единственный шанс не вернуться в полиэтиленовом черном пакете или не сгнить в прекрасных украинских полях или не вернуться, если повезет просто инвалидам. Это сдаться в украинский плен. И ни одной международной организации очень многими, очень многими было подтверждено, что украинские военные в плену обращаются с российскими оккупантами очень достойно. То есть они соблюдают все международные нормы и все, что все, что нужно, они делают. В отличие от россиян, которые мы знаем, мы видели, как они обращаются с пленными украинцами. Так вот, я хочу сказать, что есть такая инициатива, она называется «Хочу жить». Это проект, который организован главным управлением разведки и Министерством обороны Украины. Туда можно написать, туда можно обратиться, там у них есть телеграм-канал, у нас под этим видео есть ссылка, вы можете посмотреть, это единый центр, официальный украинский, куда вы можете сдаться в плен, чтобы не погибнуть на украинском фронте, не остаться инвалидом, ну и вообще-то не стать убийцей. И, кстати, там предоставляется очень много гарантий. Более того, еще и трехразовое питание и очень достойная медицинская помощь, еще и юридическая помощь. Поэтому все, кто нас сейчас слышит и кто, кстати, это касается не только тех, кто уже приехал на фронт, а и тех, кто даже собирается или пришла только повестка. Вы можете заранее это сделать и обратиться. Уже больше 30 тысяч российских военных сдались в плен именно по этой программе, по инициативе «Хочу жить». И если те, кто сдался в плен, русские, не хотят по обмену возвращаться в Россию, то им предоставляется возможность выбора местонахождения в третьей стране. Это просто лирическое отступление. Так, что дальше? Я к этому хотел что-то добавить, но не имеет такого великого значения. Просто на прошлой неделе, по-моему, Владимир Осечкин, ГУЛАГ, нет, он сделал интервью с российским пленным, который был спасен благодаря дрону. Это же, да, то есть дрон сбросил записку и ему, потому что он жестами показывал, что он хочет жить. Хотя друг, это Бахмутом было. Хотя в окопе, который очень, почему-то, ну, они совершенно, как бы, я не знаю, они там полметра, я не знаю, что тебе дает окоп полметра. А, значит, они в окопе, там, огромное количество погибших солдат российских и его друг подрывается на гранате, потому что он не хочет сдаться. И этот показывает, понимая, что это атака дронов, он показывает, он показывает жестами, что он хочет жить, он хочет сдаться в плен и ему сбрасывают записку, на которой, вот, следуй за нами. И он следует и в итоге оказывается в плену. В интервью он говорит, что с ним очень хорошо обращались, он благодарит всех, потому что его кормили, вылечили. Он желает вернуться к своей семье в России, ему Владимир Осечкин говорит, ну, вы понимаете, что там могут возбудить уголовное дело, могут с вами сделать, что хотят, могут вас заставить говорить то, что вы не думаете и не видели, ну, он как бы все это осознает. И когда Осечкин вас спрашивает, вот, если вам скажут вернуться на фронт или в тюрьму, он говорит, в тюрьму, говорит, я уже предпочитаю тюрьму. Но то есть после возвращения точно будет вопрос со стороны российских следователей или кто там будет его опрашивать. А почему твой товарищ взорвался, а ты сдался? При этом это сейчас уже в сети и видно, видны все его жесты. Конечно, это возвращение будет не из приятных. Поэтому украинская сторона, и если при добровольной сдаче в плен через эту инициативу «Хочу жить», она и предоставляет возможность не поехать обратно в Россию, выбрать третью страну. Вы знаете, а я вспомнила сейчас историю, которую мне в интервью рассказывал, по-моему, Петр Кузик, это батальон «Свобода», командир, ну, конечно, ребята там потрясающие, героические, он после трех контузий продолжает оставаться на передовой, при этом был политиком, успешным политиком, но сам добровольцем пошел служить, и вот сейчас там они сражаются. Так он рассказывал историю, как к нему, ну, к ним пытались сдаться русские в плен, и один не придумал ничего другого, как в пулях бросал, ну, вот как-то, да, записочки в пулях, и они чуть его не прибили, потому что они не понимали, что он хочет, то есть, чем он занимается, а потом как-то они уже догадались, что в этих пулях надо посмотреть, увидели эти записочки, ну, и он сдался этот русский в плен, они хорошо с ним обращались, они его сдали потом властям, то есть все нормально. Я к чему? Лучше не дотягивать до этого, лучше заранее, вот, да, написать, созвониться, и сдаться в плен, и выжить, а не потом... да, только надо понимать, что это не так просто, потому что, потому что я думаю, что там следят, я думаю, что вот, что-что, а загряд отряды, и, и всякие, всякие... раз пошли на войну, то уже простых путей в любом случае не будет, просто из плохой ситуации это хороший выход, из очень плохой ситуации. Савик, ну что, предлагаю сейчас динамично, потому что тем у нас много, давайте сейчас и на вопросы еще попытаемся успеть ответить, и на мои вопросы. Ну вот, например, такая тема, Китай объявил российский Владивосток внутренним портом. С 1 июня 23 года товары, отправляемые из северо-восточных провинции Китая, на внутренний рынок смогут проходить через российский порт Владивосток без таможенных процедур. Таким образом, с начала июня порт Владивосток считается Китаем своим транзитным портом для товара внутренней торговли. Что это значит? Я даже об этой новости, честно признаюсь, не знал, но значит, это только одно, что... Ну, во-первых, Владивостокский порт, это всегда была такая особая история. Я помню, когда... Это единственный раз, когда мне угрожали смертью, когда я написал репортаж под названием «Куда...» Это на радио «Свобода» было. «Куда плывет красная рыба». Королевский краб у него есть квоты. Квоты раздаются в Москве. И, конечно же, квоты получают по блату. Те, у которых квоты не то, что они вылавливают краб, они получают от этого деньги. Королевский краб, он очень дорогой. Так что делали... Ну, как их назвать? Ну, браконьеры, ну ладно, браконьеры, это мягко. Смышленые ребята из мира организованной преступности. Значит, они тайком вылавливали этот краб и продавали его прямо на воде японским судам, которые подходили. Да? Ну, я все это узнал, я все это видел, я все это описал в три часа ночи после эфира раздался звонок еще раз и тебя не будет. Ну, что-то в этом роде, я там точно слова не помню, но они были такие, хриплый такой, настоящий такой сильный мужской голову. Вот. А что касается Китая, ну, во-первых, я думаю, что Китай этим портом уже давно пользуется. То, что там не будет таможни, то, что он превращается практически в внутренний порт Китая, ну, вы понимаете, это это уже как бы это уже история из того мира, опять-таки, который я называю Underworld, пока я еще не придумал русского слова. Значит, да, это это позволяет все. Ты можешь привозить оружие, ты можешь привозить и увозить все, что тебе надо, не знаю, если тебе нужны нефтепродукты или что-то еще. В общем-то, это все. Это закрытая зона. Это реально китайско-российская закрытая зона для двух мафий. Понятно, и там может ходить любой товар, самый-самый, даже незаконный. Оставик, вот по поводу, кстати, торговли и санкции. Вот сегодня Великобритания объявила, что вводит эмбарго на покупку алмазов из России, российских алмазов. Это огромная статья дохода, которая оставалась у России. То есть эксперты говорят, что это очень больно. Более того, J7, на которую сейчас Владимир Зеленский как раз, да, поехал, J7 сегодня тоже обсудила, чтобы не только Великобритания, а что и страны J7 готовы вводить эмбарго на алмазы. Хорошо, прекрасно. Прекрасно. То есть, ну ладно, будут страдать великие дамы Европы, но ничего, переживут. Ну да, доход большой, доход от алмазов огромный, огромный, огромный. Но смотрите, они же еще и получают из Африки, там где Вагнер. Вагнер же нигде, он же не случайно, он же не то, что там занимается благотворительной деятельностью или чисто охранной деятельностью. Я думаю, что там поток этого немалый. Это реально. Но эта история началась еще, дай бог мне памяти, где-то в 80-х, в Сьерра-Леоне, когда они поставили своего президента, мафиози, преступника, генерала и так далее. И вот тогда началась эта торговля, алмазы за... То есть они вывозили алмазы в Таиланд... В чем они перевозят обычно? В чем их перевозят? В чем их перевозят? В чемоданчиках, в карманчиках. Ну, алмазы можешь перевозить как угодно. Тем более, если у тебя страна, как Сьерра-Леоне, которую ты контролируешь полностью. Да, но потом какие-то аэропорты, если через что-то лететь, как это же все... Ну, ты летишь в Таиланд, Таиланд тоже не самое, как бы сказать... Ну, последние выборы в Таиланде вот на этой неделе дают надежду, но до этого это была тоже страна из этого жанра ворлда. Да, то есть они меняли алмазы на наркотики и наркотики увозили на европейский рынок, ну, и там получали свой огромный доход. Да, ну, а тайландцы получали от алмазов. В общем, такая была схема, но это было еще в прошлом веке. Англия отказалась. Ну, Англия правильно отказалась от алмазов, я думаю, что это большой доход для России, только когда вы мне говорите Англии, вот у меня просто сразу, знаете, я как... Я сейчас вот думаю, за мои годы жизни, годы, за мои полтора-два года жизни в Индии, конечно... В Великобритании. В Великобритании. В Великобритании. Хотелось, чтобы они парочку алмазов вернули Индии, но так. Я же так понимаю, что там сейчас в Индии активно поднимается вопрос о том, чтобы забрать у Великобритании свои национальные богатства, которые за долгие годы были. я не уверен, что отдадут, что они корону отдадут, что ли? Да, там же тоже украшают как раз. Я не уверен, что не отдадут, но нормальный индийский политический мир по большому счету от Великобритании требует только извинений. Вот только извинений. Вот ничего другого. По меньшей мере, то, что я слышал. Наверное, есть и те, которые хотели бы вернуть богатство, но представьте себе, что если вы хотите написать историю Индии или там историю Аюрведы или еще чего-то, все документы в Лондоне, в Индии их почти нет. То есть они вывезли все. Ну, это тоже такая своеобразная очень своеобразная колонизация. Поэтому, да, это к России никакого отношения не имеет. Да, Россия, конечно, продает огромное количество алмазов. Но надо всегда иметь в виду, что контрабанда алмазов это достаточно легкая вещь. Это просто поможет организованной преступности, цены повысятся, а алмазов меньше не станет. Вот в этом я уверен. Вот зачем я вас спросила? Лучше бы что-нибудь хорошее сказали. А что хорошее? Давайте спросите меня про Турцию. Я вас про Турцию. Очень хорошая тема, кстати. Так, подождите, вы что-то хорошее скажете или тема для вас хорошая? Нет, тема хорошая. То есть, если вы хотите, чтобы я сказал что-нибудь хорошее, то я, наверное, скажу что-нибудь хорошее про Таиланд как раз. Да, где молодежь через социальные сети объединилась и, в общем-то, выиграла выборы и с программой достаточно радикальной, то есть, сократить власть эту королевскую, сократить влияние военных. В общем, очень-очень-очень радикальная реформа, которую они предлагают. все молодые люди, все 45 минус, ну, почти, я говорю, большинство, и вот эта молодежь двинулась, вот она двинулась по-серьезному и двинулась по абсолютно легальному, нормальному пути через выборы. Ну, это хорошая новость. Это хорошая. Я вам даже про Турцию вспомню хорошую. Это то, что если с айпишника российского заходить на турецкие туристические компании или сразу в отели на букинге, то цены для русских показываются в 3-4 раза выше, чем для всех остальных пользователей из других айпишников. Все, закончим на этом, на Турции, а то сейчас вы что-нибудь не очень хорошего скажете. Лучше я вас про Киссинджера спрошу. Значит, Киссинджер дал интервью. О нем я скажу все хорошее, да. Не, о нем нет, об Украине хорошее, о нем вряд ли он заслужил на хорошее, но он дал интервью за экономист, где сказал, что вооруженная дарчортиков Украина, ее необходимо принять в НАТО для безопасности Европы. Но он там много чего наговорил, в том числе такого, как всегда, не очень для Украины. Но тем не менее, то есть свое мнение по поводу Украины и НАТО он кардинально изменил, несмотря на свой практически столетний возраст. Ну да, верно. Ну смотрите, сначала он сказал, что Запад совершил ошибку, когда открыл Украине двери в НАТО, но открыл и дальше никаких шагов не сделал. Что привело к тому, что Украина не вооружалась, но это он не прав совершенно, Украина не вооружалась, потому что она воровала, но это другой вопрос, это не его уровень вопрос, а Россия свирепела. То есть она вот Украина, НАТО открытые двери, вот как это вообще. Поэтому он считает это ошибкой. Значит, он еще одну предпосылку делает, что Украина становится вот с точки зрения военной самой сильной страной в Европе при самых неопытных политиках в Европе. То есть тут будет дисбаланс. Поэтому он говорит, вот, да, нужен мир. И даже Китай с этим миром может согласиться, потому что в основном интервью оно посвящено американско-китайским отношением. Значит, и он высказывает такую мысль, да, которая вот если углубиться, там есть о чем поразмышлять. Он говорит, ну, если я грубо скажу, отдать России Севастополь и принять Украину мгновенно в НАТО. Ну, я думаю, что Россия на такое не пойдет. Я не знаю, пошла бы на это Украина. И Украина тоже. Понимаете? Вот. Но вот это мгновение, мгновенное принятие в НАТО, он обосновывает тем, что это с одной стороны ограничит Россию, Украину, да, как-то будет ее сдерживать, в ее, ну, армия будет сильной, победа даст вдохновение и куда они могут пойти, никто не знает. А НАТО будет их как бы сдерживать, если эти намерения появятся. С другой стороны, НАТО будет Украину защищать. И Украина будет чувствовать себя защищенной. То есть, иными словами, если Украина дойдет до границ, ну, вот, если по Киссинджеру, да, дойдет до границ до Крыма, да, и заберет себе все территории, кроме Крыма, и в этот момент сядет за стол переговоров, тут даже о Востоке не идет речь. Тут идет речь только о Крыме. А при мгновенном, безусловном принятии Украины в НАТО, вот, все, да, тут можно уже начать некие переговоры с Россией, и Китай не будет мешать. Ну, вот это примерно, что я думаю об этом. я думаю, что мгновенное принятие Украины в НАТО это, наверное, это, наверное, правильный шаг, это правильный шаг, это даст украинцам ту уверенность, что они не будут обстреливать после будущих мирных договоренностей, все равно в каком-то виде они будут, то есть, ну, через год, два, три, десять, пятнадцать, тридцать, сто, неважно, какие-то они будут, и гарантия, что нельзя будет обстреливать Украину ни с каких позиций, ни с Белгорода, Брянска, ни с Крыма, ни откуда, да, вот, это членство в НАТО. Ну, это хорошая история. Похуже это убедить украинцев вести переговоры по Крыму. Вот это будет сложнее. Мне нравится формула выгнать Россию отовсюду, то, что не ее. И принять Украину в НАТО. И принять в НАТО. То же самое для Запада не играет никакой роли, что так, что так, это уже начинаются какие-то опять не играет роль, играет роль, надо же, чтобы Россия началась. Чтобы его не дрочить, да, какой Путина, Путина не должно быть, пока там будет Путин, это всегда будет пороховая бочка. И дальше непонятно, что и как там будет, это же понятно. Но то, что Путина там не должно быть, это сто процентов. Не, верно, но я исхожу из того, как мыслит, я думаю, как мыслит Киссинджер или как мыслят дипломаты его уровня. Их сегодня, конечно же, нет, хотя я считаю, что он сыграл. И дожили, конечно, но слушайте. чтобы не дожили. Хотя я, вот если подводить все-все итоги, я скорее бы сказал, что я бы ему поставил минус, а не плюс Киссинджеру. Но не в этом дело. Я просто говорю, что дипломаты, когда они, они же с обеими сторонами пытаются говорить, поэтому все равно, то есть надо найти такие условия, чтобы и Россия была удовлетворена, но при этом президенте, и вы правы, при этом при этом человеке это невозможно. Слава Богу, закончилось то время, когда Запад нам рассказывал, что Россия должна быть удовлетворена. Сегодня, по-моему, все уже это понимают. И с человеком, у которого уже официально ордер на арест Международного уголовного суда, и тем более по такой постыдной тяжелой статье, как просто воровство детей украинских, с ним уже никто ни о чем не будет не договариваться, не разговаривать, не торговаться, ну вот уже все. И знаете, Сайк, я еще что хочу вас спросить. Помните, в советское время там дело врачей, там еще какие-то дела, а сейчас у Путина дело ученых, дело военных ученых, потому что сначала прошла информация о том, что за госизмену посадили в тюрьму трех разработчиков кинжала, их хваленого кинжала, помните, в 18-м, по-моему, году, когда Путин эти мультики показывал на весь Запад, как там у них все долетает везде, в любую точку мира, и в США, и попадает, и рассказывал, что это уникальное оружие, и, кстати, многие на Западе поверили в это, но самое интересное, что в это поверил и сам Путин, видимо, ну, потому что, а чего бы он тогда сейчас этих разработчиков кинжала за госизмену сажал, потому что оказалось, что в украинских руках, в украинских умелых руках, американский Патриот легко с кинжалом справляется, и оказалось, что можно перехватывать эти ракеты, а Россия, как мы знаем, сегодня, ну, каждый день и особенно ночь запускает по Украине, опять у них обострение, все, микс, и кинжалы, и ракеты обычные, и дроны, и шахеды, и разные дроны, и более того, кроме этих трех ученых, разработчиков кинжала, на сейчас известно о том, что по ракетным программам другим еще 16 ученых посадили, то есть Путин массово, кстати, вот я не знаю, это же их мозги все равно, он получается, что еще и свои мозги уничтожит даже те, которые были вот с этими разработками, ну, в принципе, надо приветствовать, да, такие его инициативы, Сайк? Ну, да, с точки зрения Украины, несомненно, это же вообще сейчас система, это нынешняя система, она чем-то напоминает сталинизм, чем-то напоминает еще чего-нибудь, там, нацизм, она много чего напоминает, но идут доносы, понимаете, доносы в массовых, просто, массовых количествах, интриги, вот того арестовать, этого казнить, этого там, этого к стенке, понимаете, вот этот вот виноват, вот этот, ну, просто, просто кинжал, ну, понимаете, ну, не надо было делать из этого, вот, я не знаю, что, какое-то там чудо оружие, да, кинжал опасен, потому что он сбивается на низкой высоте, и у тебя там томно металло летит на тебя вниз, куда она попадет, ты понятия не имеешь, это может попасть куда угодно, да, ну, вот, система Патриот, система Патриот, там какие-то повреждения были, но даже не надо было ее никуда везти, все, все починили на месте, но это вот от падающих вот этих вот осколков, естественно, то есть, ну, кинжал, он вообще-то там опасный, но то, что его с легкостью, ну, с легкостью, это мы говорим с легкостью, я думаю, что ребята, которые работают на Патриотах, для них это не с легкостью. Просто такие виртуозы, герои, да. Да, 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 конечно, конечно, вот сбитие этих, ну, слушайте, провести такую массированную ракетную атаку, ну, то есть, вот, какая стратегическая цель? Ударить по государственной, по Перховной Раде? Знаете, мне что кажется, вот, когда они в последнее время, столько дней подряд, и вот именно ночью, мне кажется, они просто пытаются вымотать население, народ, чтобы добиться той, на что Путин изначально рассчитывал, что он хотел, чтобы было, что вот, мол, чтобы народ сказал украинской власти, что надо садиться за стол переговоров. Он до сих пор, и сейчас тоже не понимает украинский народ. Вот это только еще больше обосляет украинцев. Ну, тогда, а зачем бить по Киеву, если Киев так защищен? То есть, дай бог, чтобы все другие города были так защищены. Потому что в Киеве принимаются решения, потому что выход людей на площадь, на Майдан в Киеве, ну, она, это неравносильно выходу в другом городе. Вот поэтому у него же, как бы, такие примитивные параллели какие-то. Я думаю, вот мне кажется, потому что, конечно, ну, достаточно тяжело не спать каждую ночь, там нарушается сон, то есть, ну, усталость, понятно, нервность и так далее. Но он не понимает, что это все ведет украинца не к мысли о том, что надо садиться за стол переговоров с фашистом, с военным преступником, да, с Путином, у которого он купается в украинской крови, а наоборот, к тому, что его быстрее надо уничтожать. Ну, да, он сплачивает украинский народ, несомненно. Да, И не только украинский народ, он сплачивает всех, всех вокруг украинского народа, да, то есть, вот этого он точно не ожидал. Он же думал, да, что Запад гнилой, ну, окей, отчасти. Он думал, что Запад, у него никогда этой воли не будет, не будет этой смелости. Ну, у него был опыт сначала Грузии, потом Крыма, и, в принципе, он, поэтому он так и думал. Да, ну, понимаете, вот этого всего он не ожидал, и сейчас, ну, сейчас я думаю, что у него огромная проблема, потому что он очень слаб. Понимаете, вот слабость чувствуется, я думаю, что слабость Николая Второго тоже чувствовалась. Вот, возвращаясь к митрополиту Тихону, это не, это, это, это не только предательство элит, это, 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 вот это банализация истории, то есть, или, поворот истории в твою пользу, а вот, да, ты, как бы, у тебя есть какое-то, какое-то, какое-то понимание, и ты извращаешь факты, чтобы это понимание подтвердить, да, а в реальности это слабость лидера. Вот, Путин сегодня слаб, слаб он почему? Потому что, ну, как может верховный главнокомандующий не разрешить конфликт между уголовником Пригожиным и своим генеральным штабом и министром обороны? Ну, то есть, вот любой военный, я думаю, любой военный в российской армии, любой офицер на это смотрит и диву дается. Ну, как так может быть? Значит, какой-нибудь еще придет, да, и начнет говорить там на языке доступном народу, и, значит, либо он боится Пригожина, что, ну, это уж точно не признак силы, да, либо, хорошо, он ему нужен, хорошо, скажем, он ему нужен, но по меньшей мере сказать, что перестань издеваться над армией, мы все вместе воюем, там, да, против Украины, он этого не может сделать, он не может решить этот конфликт, он слаб, он просто слаб, ну, это, и это, и это чувствуется, и я думаю, что именно это его погубит, дай Бог, дай Бог, что вот это его погубит, там не факт, что будет лучше, но, 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 его это погубит, слабый, вот просто слабый, трус и слабый, вот он оказался трусом и слабым, каким он всегда был, не то, что в ГДР он был каким-то там, не знаю, доктором Зорге, да, трус и слаб, он всегда был таким, фарцевал из ГДР, продавал магнитофоны, пил пиво, все нормально, веселился, получил подполковника КГБ, что, честно говоря, стыдно, стыдно получить за столько лет службы и еще за рубежом получить всего лишь подполковника, но Юрий Швец говорит, что он профессионально не пригоден, ну, вот то, что он к роли президента профессионально не пригоден, это точно, тут вообще никаких споров, да, и главное, кто, главный, кто это покажет, это, конечно, и показывает, это украинская армия, кто показал всему миру, кто есть на самом деле Путин, который изображал все эти годы из себя непобедимого матча с ядерным оружием, гранатой в руках и вкладывал миллионы, если не миллиарды долларов за все это время в то, чтобы создать себе образ такого несокрушимого, непобедимого альфа-самца, оказалось, что украинская армия смогла очень легко, ну, это, мы так говорим, легко, конечно, это ценой каких потерь, если так, да, по-серьезному говорить, но украинская армия смогла всему миру показать, кто он есть на самом деле, и я, Савик, вот сейчас пользуюсь опять же тем, что нас смотрит вот 7 324 зрителя, друзья, я хочу напомнить, что вот у нас на экране с АВИКом висит эта плашка, не спроста мы собираем на дроны, на разведывательные дроны лучшие МАВИКи, которые только есть для наших военных, и передаем их под руководством нашего генштаба на передовую именно в те бригады, которые больше всего нуждаются в них. Вы можете взять свой телефон, навести камеру на этот QR-код и там попасть в монобанку и задонатить сколько вы можете на дроны. Уже мы собрали и передали 30 дронов. Я считаю, что это очень, очень немаленькое количество, что это мини-армия. Дмитрий Гордон говорит, у меня есть мечта, чтобы мы собрали на 100 дронов, то есть на большую армию. Я уверена, что мы этого добьемся, что мы соберем на 100 дронов, мы все это передадим нашим ребятам. По каждому дрону у нас есть отчет, и все это можно пойти на сайт Гордоншопа, там прямо отделы из дронов, Там все написано по каждому, акт приема передачи, в какую часть, благодарности, в видео. Все это висит, все чисто, прозрачно. Очень, очень ребятам нужна ваша помощь. Эти дроны крайне необходимы, потому что они, это расходный материал на фронте, они уши, глаза наших ребят. Вы можете под нашим видео посмотреть, там есть ссылка, если у вас не получается с QR-кодом справиться, есть ссылка, можно зайти туда, задонатить, либо если вы донатите в евро, то вы можете воспользоваться, там еще есть написано, как сделать свифт-перевод. Савик, мы идем дальше. Я бы хотел только добавить, добавить к тому, что вы говорили, значит, я бы процитировал генерала Сергея Кривоноса, он правильно говорит, нельзя недооценивать противника, а тут нельзя недооценивать, потому что если по подсчетам примерным экспертов, сегодня в войне участвуют 400 тысяч российских войск, то есть, ну, мы понимаем, что не все на фронте, кто-то в тылу, занимается логистикой, да, но они в состоянии довести это до миллиона, то есть, и мобилизации, вот сейчас эти сборы резервистов, то есть, надо понимать, что это, это все же огромная масса народа. Конечно. Это надо понимать. Конечно, конечно, и именно военные, вот когда ты с ними говоришь, вот я не знаю, на днях я делала еще интервью с Игорем Луценко, тоже украинский политик, активист, который активно занимался защитой исторического Киева, киевлянин, он сейчас на фронте, и он работает, воюет в аэроразведке, вот как раз дроны его специализация, он понимает, вообще знает, насколько это, и он говорит, да, современная война, это война дронов, в том числе, это крайне важно, причем, он, знаете, такую сказал фразу, помните, министр Резников сказал, да, это свадебные эти дроны, мавики, что они там, и военные, когда после этого так все возмутились, вот, а Игорь говорит, да, говорит, мавики, это свадебные дроны, действительно, ну, их так называют, потому что они в том числе используются на свадьбах, они очень удобные во всех смыслах, ну, говорит, в наше время они выигрывают войну, потому что, говорит, какое время такая свадьба, то есть просто сейчас какая свадьба в Украине, ну, такие такие свадебные дроны, так вот, военные говорят о том, что нельзя недооценивать противника, и нельзя заниматься вот этим шапкозакидательством, когда говорить о том, что вообще вот все прекрасно и все очень легко, ну, нет, конечно, ну, абсолютно предстоят еще много тяжелых времен, и, кстати, вот, когда генерал Залужный недавно дал интервью, наверное, видеоинтервью большое первое, да, со времени большой войны, он сказал о том, что мы готовимся к тяжелым временам, да, мы знаем, что будет победа, но мы не знаем, когда и какой ценой, а Дима на этой неделе еще выпустил интервью, вот, кстати, друзья, видите, мы сегодня вам много советуем из интервью, но это действительно важно посмотреть, с прогулка по Киеву, с киевляниным коревным, с одним из легендарных защитников Мариуполя, Азов Стали, одним из командиров Азова, героического легендарного полка Гендальфом Ильей Самойленко, так вот, он, кстати, такой вот, он очень имеет холодный, рассудительный ум, несмотря на то, что ему всего 28 лет, но он очень интересно мыслит, и он тоже говорит о том, что крайне тяжело еще будет, тяжело во всех смыслах, и анализирует очень интересно ситуацию, рассказывает о том, что было в плену, он ведь был в плену в русском, рассказывает о том, как происходила оборона Азов Стали, то есть, как это все прошло, поэтому я вот пользуюсь, опять же, случаем, я вас призываю после нашего эфира с Азовиком еще себе сделать закладку и посмотреть интервью с Ильей. Да, у нас сегодня немножко рваный элитом Лесь, я просто, чтобы не забыть, я все же хочу сказать пару слов по суду над Романом Червенским. Да. То есть, да, это, я говорю, вот, есть вещи, о которых ты не можешь не говорить, вот просто, вот не можешь, если у тебя есть какая-то совесть, то есть, приходит на суд, в зал суда приходит генерал Виктор Ганущак, он глава ССО, и он готов суду сказать, что Роман Червенский действовал по его приказу и под его началом, ему слова не дает. ну, как это так? Ну, вот, я говорю, это, ну, значит, это сфабрикованное дело, значит, это месть за все, что, за Вагнер, за все, да, ну, это непристойно, это непристойно, и я бы тем господам, которые управляют прокурорами и судьями, я бы им сказал, не думайте, что это местная история, не думайте, что об этом никто не знает, не думайте, что об этом не знают в Соединенных Штатах и в странах НАТО, это все известно, и это все огромное пятно на вас, которое вы не смойте, понимаете, не смойте, вот, потому что это вопиющая вещь, ну, вот, все, я хотел это сказать, это просто у меня вот так вот. Савик, ну, я продолжу тему суда украинского, потому что на днях произошло, вот, если бы вы меня спрашивали, что потрясло, да, больше всего еще, кроме интервью с Марией Евдовиченко, Беженко из Мариуполя, о котором мы говорили, ну, меня потрясло задержание НАБУ главы на минуточку Верховного Суда Украины на взятке почти 3 миллиона долларов, ну, меня это потрясло, потому что, да, я понимаю, я знаю, я в этом работаю, но все равно, ну, это, честно, не укладывается в голове, тем более, когда Украина в такой войне находится, то есть, когда ты собираешь на эти дроны по копейке люди последние 100 гривен, 10 долларов, 20 сбрасывают, чтобы Мавики купить, каски, бронежилеты, приборы ночного видения, теплые носки, а главе Верховного Суда Украины приносит взятку равной танку, танки, которые мы выпрашиваем у наших союзников, просто я не знаю как, да, или 1500 примерно это дронов, Мавика, вы представляете, 1500, и он берет эту взятку, а как это вообще, а что в голове, а, ну, вот я не знаю, Сайк, вы как на это проагируете? А как на это отреагируешь? Ну, во-первых, я не понял точно, кто эту взятку давал, какой это был год, и я не совсем понял, чья это кандидатура этого судьи. Кандидатура какого судьи? Князева? Да, князева. А что вы имеете в виду? Ну, за него тогда, его назначили в ноябре 21-го года, и тогда за него проголосовал абсолютное большинство, и он прошел проверку на доброчестность, более того, я помню, что эксперты, независимые, говорили о том, что, ну, они довольны этим назначением, потому что, вот, мол, с хорошей репутацией, там, судья, но вот так в итоге. Ну, депутат Геолерус говорит, я понимаю, что для многих это человек скандальный, но сейчас он выступает очень-очень открыто по всем вопросам, ясно, абсолютно, что его заклятые враги это президент Зеленский и глава офиса Ермак, это совершенно очевидно, да, но он это вот все приписывает им. Я вот, я не знаю, я не совсем разобрался в этом, да, в этом, вот, 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 вот в этом всем, но такие деньги может брать только человек, который не собирается жить в Украине. Так, а, и как интересно, там какая-то такая детективная история, то есть, как Набу, я так понимаю, ну, своим агентом сделала какую-то девушку, такую модельную, внешность, и она вошла в доверие к адвокату, потому что там все происходило через посредников, то есть, там такое, ну, реально, Джеймс Бонд, да, только вот в живом виде разыгран был, ну, так, Шершеля Пам тоже похоже. Ну, да, я понимаю, что для украинцев, которые сидят там под бомбами или там, или, или, или каждые пять минут у них воздушная тревога, и вдруг они читают такую новость, что вот это, вот это вот миллионная взятка, ну, я думаю, что становится очень неприятно и стыдно за государство, да, реально стыдно за государство, потому что, если мы говорим о судебной ветве власти, то Верховный суд находится на самом верху, то есть, ну, если это происходит на самом верху, что происходит внизу, да, то есть, это, это да, для, для. что говорить, это то, что крайне необходимо, мы об этом говорим уже много-много лет подряд, потому что это, это как раз та Европа, о которой мы говорим, вот по-настоящему, да, давайте поменяем тему, сейчас о хорошем, о смешном вернее, пропагандистка России, одна из главных и самых неприятных, Симоньян, заявила, что ей прислали бандероль со взрывчаткой, а потом выяснилось, что это была не взрывчатка, а вибропуля, вибропуля для сексуальных приключений, в инструкции было написано. То есть, вибратор? Да, похоже, но только, наверное, маленький, раз пуля. А, я тут это, эти подробности я не знаю, ну, видимо, кто-то заметил, что ее недовольство на ее лице, она не только потому, что Путин действует неправильно и не бросает атомную бомбу на Украину, а потому, что ее физически никто не хочет, и, ну, значит, лучше вибратор. Ну, окей. А что? Еще одни, еще один акт похожего бросания самостоятельно на определенные предметы совершила власть Грузии в очередной раз, потому что они таки запустили первый за четыре года прямой рейсовый самолет из России, он приземлился в Тбилиси, в аэропорту самолеты, соответственно, пассажиров из России встречали большое количество протестантов, журналистов, активистов. Вы знаете, там было очень много плакатов, один из плакатов, такой самый, мне кажется, правильно описывающий ситуацию, гласил русский самолет, иди на, ну, собственно говоря, вслед за кораблем, она уже дорога, дорога изведанная и понятная. Слушайте, но грузинская власть ведет себя просто... Ну, она идет в лоно России, она идет в лоно России, это было уже понятно, ну, и грузинские, грузинская оппозиция это поняла сразу, вот, когда они хотели принять закон о инагентах, да, и там были уличные протесты, потом они вынесли проект закона о ЛГБТ на более-менее на российский лад, да, я вот, я знаю, что оппозиция была очень против, я не знаю, что там потом произошло, ну, и вот эти рейсы, я думаю, они каким-то образом становятся вот вассалом России, это власть грузинская, а значит вся Грузия, да, вассалом, ну, я должен сказать, примерно как Армения в данном случае, еще не дай бог Грузия там, понимаете, там, еще чему-то такого нехорошего сделает, но, 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 в принципе, она становится вассалом, при этой власти она становится нассалом, но, я вам говорю, я, я, наконец, нет, не наконец, я понимаю, вот, всю эту жестокость по отношению к Михаилу Саакашвили, конечно, конечно, он, он, он очень много сделал, чтобы разрушить организованную преступность в Грузии, он очень много для этого сделал в Одессе, и я думаю, что это непростительно, это ему, это ему простить не могут, и, и, как говорится во многих вот таких произведениях, ты умрешь, но нелегкой смертью, да, вот, вот, вот я этого очень опасаюсь, да, а так как Путин часть этого мира, несомненно просто, да, то, 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 вот, я, это вот в отношении Михаила Саакашвили это вот это вот месть, это месть, они ему, они ему не могут это простить, ну, я, знаете, надежда на надежды так смешно звучит, я надеюсь, что грузины этого не допустят, потому что все же, да, грузины это такой самолюбивый народ, но, знаете. Нет, Савик, уже на это надежды нет, потому что слишком много времени прошло и слишком много мучений Саакашвили принял, видите, их это никак не тронуло, надежда есть только на украинскую армию, повторяю, вот в контексте всех народов, которые сейчас страдают от действий Путина и России, всех спасет только победа Украины и, собственно говоря, украинской армии. Хорошая новость еще, вот хочу успеть буквально, чтобы мы сейчас так блиц, да, Белый дом позволит партнерам передавать Украине F-16. CNN сегодня написала, последние, особенно, там, недели полторы F-16 активнейшим образом обсуждается везде, и вот в турне европейском Владимира Зеленского мы все время говорим об F-16, что нам для полноценного контрнаступления необходимы эти истребители. Европа уже готова, ну, потому что из Европы нам постоянно говорят о том, что вот мы уже и там, и там, и там мы слышим, что есть готовность, более того, и обучение наших пилотов оказывается не такое уже долгое должно быть по периоду, не такое сложное, потому что, ну, вот как я слушала Романа Светана, кстати, интересное интервью очень с Дмитрием Гордоном, где они разбирали подробнейшим образом, а он же как раз летчик, да, из военных летчиков. Светан рассказывал, чем отличается F-16 от наших истребителей, на которых летали, ну, наши летчики и объяснял подробно, что именно там нужно переучить, а остальное, в принципе, все уже понятно, и он говорит, это вообще, тем более, наши хватают, то есть это не так, как мы себе изначально представляли, и западные эксперты думали, и военные, что будет сложно, оказывается, нет. Ну что, Сайя, ждем самолеты? Ну да, но там ведь не только проблема летчиков, там еще проблема всего инженерно-технического персонала, который нужен, чтобы... Ну, слушайте, вот за рубежом, в Америке, в Европе, кто летал на F-16, и кто ушел в отставку, ну, так тот же, как Роман Светан, но там помоложе, может быть, но у которых хороший опыт работы на F-16, в принципе, добровольцами, они спокойно, какое-то количество из них может и приехать, и летать, и обучать, и помогать, и так далее. То есть, главное, чтобы были самолеты, и главное, чтобы они были в количестве нормальном. То есть, ну, меньше ста смысла не имеет. То есть, это должно быть серьезное количество. Ну, тогда да. Тогда вот при таких обстоятельствах, я думаю, что тогда фронт российский не выйдет. Вот тогда будет перелом. То есть, будет вот реально настоящий перелом. То есть, да, вот сейчас мы видим на фронте, ну, называть это наступлением, называть это не наступлением, это как кому хочется, разные эксперты по-разному говорят, но то, что идет разведка боем немножко везде, да, это абсолютно точно. И то, что нужно, это нужен в какой-то, как выберет генеральный штаб, нужен прорыв. Вот где-то нужен прорыв на километров, ну, не знаю, пятьдесят. Вот такой прорыв. Вот. И тогда уже будет, тогда уже, тогда уже для российской армии это будет, это, надо будет бежать. Надо будет бежать, потому что... так и будет. Тем более, что во многих городах уже готовятся давно, готовятся, пакуют вещи, оргтехнику, документы складывают и по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, одним местом, на котором сидят, чувствуют это. Слушайте, еще сегодня, сегодняшнюю новость хочу обсудить по поводу Евгения Ройзмана. Ну, Евгений Ройзман такой светлый, чистый человек, оппозиционер, ну, настоящий оппозиционер, который всегда выступал против режима и которого уже сколько раз бросали за решетку, потом ограничивали, потому что, ну, он решил остаться, это его выбор, остаться внутри России, бороться так, как он может. и который раз его посадили в тюрьму за распространение, они там, как обычно их эти любимые статьи, за распространение типа фейков о российской армии. Вот сегодня суд и в суд в поддержку Евгения Ройзмана написали письма открытые, несколько известных человек, в том числе написала Алла Пугачева, которая, ну, чаще молчит, красноречиво молчит, но вот она выступила в поддержку, Евгения Ройзмана написала очень теплое, такое правильное письмо, которое, кстати, суд даже не принял к рассмотрению, то есть они настолько, настолько трусливо себя повели, что, но тем не менее, это письмо ведь от этого еще больше стало публичным и популярным, потому что везде по соцсетях оно распространяется. Ну, смотрите, я с Ройзманом знаком, он даже приезжал на наши программы в Украине, да, то есть это очень сильный человек, это светлый человек, по-настоящему, это, это вообще не омус советикус, никоим образом, далеко от этого. я хочу надеяться, что они все же опасаются протестов в Екатеринбурге, потому что, в общем-то, он был популярным мэром, он был реально, он был народным, 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 я бы даже сказал такую вещь, вот она, вот немножко вдуматься можно, да, но не, то есть, это так, это я говорю, вот, вот, если у Бориса Немцова будет последователь, то, я думаю, это он, или такой, как он. Ну да. Я, я, я вот, потому что Ройзман из этой породы, вот из этой, из этой породы людей, да, и, конечно, да, вот, с самого начала его домашнего ареста, конечно, это была такая очень неприятная новость, но я надеюсь, что они с ним ничего не сделают, но я имею ввиду Боря Немцова, но там, в общем, что так, такая судьба его не ждет, наоборот, что его ждет хорошая политическая судьба, потому что если бы, если бы эта русская либегральная эмиграция, если она бы сумела объединиться вокруг одного лидера, да, Навальный, хорошо, но Навальный сейчас, он сейчас в глубоком заключении, да, он сейчас, ну, и с организацией Навального, с ФБК, они никак никто не может договориться, там вот весь переполох, но, в принципе, если бы сделать настоящее правительство в изгнании, вот, правительство в изгнании, и иметь лидера этого правительства типа Ройзмана, да, ну, хотя Ройзман знания не поедет, но не важно, но, да, и какие-то принимать конкретные решения, ну, конкретные решения какие-то могут быть, санкционные, несанкционные, да, но, в принципе, работать как параллельная структура, да, вот, эта дума принимает какой-то закон, да, а вы принимаете другое, они принимают одно решение, вы принимаете другое, они публикуют одну статистику, вы публикуете другую статистику, да, чтобы, чтобы, ну, вот, за что-то можно было зацепиться, ведь даже тем людям, которые в России не поддерживают эту войну, ну, на улицу выйти, они, естественно, не могут, потому что, ну, это, это, это жуть, да, то есть, это сразу 7, 10, 15 лет, вы не знаете, жизнь все закончена, да, представляете себе, вам там 25 лет, вы выходите на улицу, да, и выходите из колонии, и вам уже 35, да, и жизнь не все, люди боятся выйти на улицу, но против войны есть такие люди, и их много, им надо давать месседжи, им надо давать якорь какой-то, что за что-то они смогут зацепиться, да, а тут вообще, а тут, а тут постоянные дрязги, как обычно, русский террариум, русский террариум, ну, и что, ну, научитесь и Польше, в конце концов, ну, вот там изучите историю Польши, всю ее историю Второй мировой, да, и так далее, изучите теорию Деголя, да, посмотрите, что все же, да, происходило, да, перестаньте, перестаньте, вот, они не признают насилие, да, мол, какая-то российская группа, ну, там, типа Ильи Пономарева, да, вот они взяли на себя ответственность, там, будь за Дугину или не за Дугину, не имеет значения, да, сразу осуждение, нет, мы против этого, мы против терроризма, мы против, а как вы хотите бороться? с террористами, с террористами, с террористами, слушайте, давайте, а я не террорист, я партизан, это, не надо меня называть террористом, я не, это, мне не надо, я, я, я это, я не террорист, поэтому, но осуждать насилие в принципе, тогда, ребята, делайте, как Махатма Ганди, приезжайте в Москву, ложитесь просто на Красную площадь, и пусть бронетранспортеры по вам проедут, вот тогда это будет ненасильственное сопротивление, но вы же этого делать не собираетесь, да, то делайте другое сопротивление, ну, вот, понимаете, или сделайте, договоритесь, сделайте один орган, который будет реально, оппозицией, вот, всему этому путинству, путинскому сумасшествию, всем этим лакеям, да, вот, которые штампуют законы, даже не глядя, что в них, и им, это совершенно неважно, и страна превращается в большой концентрационный лакер, вот и все. Савик, ну что, мы уже сегодня даже затянули в разговоре, но все очень интересно, темы остались, перенесем их на следующий раз, друзья, спасибо большое, что вы нас... Да, вы мне не дали про Турцию рассказать, у меня про... Ну я вам расскажу про Турцию после второго тура, ладно? Да, договорились. Я у вас только напоследок, ну как всегда, мы же не можем без этого оставить наших телезрителей, зрителей, не телезрителей, а именно, посоветуйте какой-нибудь фильм на неделю? Да, я посоветую фильм. Вы знаете, я вам раскрою секрет. Мне очень нравятся фильмы о кухне, художественные. Вот я на неделе посмотрел тайландский фильм, который называется «Хангар», то есть «Голод». Мне он очень понравился, я вам его не советую, потому что он такой особенный. Но я вам советую фильм под названием, английским названием «Burned». «Burned» – это выгоревший, это не подгоревший, так как, как вы говорите, «Burned», а выгоревший. По-русски он переведен «Шеф Адамс Джонс». Так он переведен по-русски, но я не знаю, почему они так говорят, ну, не важно. Это фильм 15-го года, играет Брэдли Купер и «Сьена Миллер». Это фильм о человеке, который, ну, в общем, он артист в кулинарийном искусстве, он артист. Потом он опустошается, теряет все, и потом как он возрождается, и его долги там, Париж, Лондон. Ну, в общем, это такая, это как бы кулинарная история, но она не только кулинарная, но удовольствие получите точно. Так что вот. «Шеф Адамс Джонс». А вообще-то Берлит. Друзья, ну что, спасибо вам, что были с нами, спасибо, что лайкнули это наше видео, и спасибо, что на следующей неделе, в пятницу, ровно в 18.00, вы опять будете с нами. Савик, спасибо вам и слава Украине. Спасибо вам, спасибо всем зрителям и героям слава. Спасибо.